К концу 20 века можно с очевидностью сказать, что гендерная система демократических западных стран радикально поменялась. Некоторые исследователи говорят, что в этих странах произошла гендерная революция. Какие достижения мы можем видеть? Первое, самое главное достижение. Идеи гендерного равноправия стали общепризнанными в этих странах. Уже ни одно правительство не может позволить себе не включать программу достижения гендерного равенства в общую стратегию развития. А ни один публичный деятель не решится на сексистское высказывание, если он не хочет рисковать своей карьерой. Второе, самое заметное достижение. Женщины получили возможность реализации во всех сферах профессиональной занятости. Уже не только высокооплачиваемые юристы, менеджеры, ученые, но и военные, полицейские, министры обороны и священники не удивляют жителей западных стран. В лютеранской церкви Швеции недавно была избрана на пост главы этой церкви архиепископ-женщина. Англиканская церковь также избирает на высокие посты женщин-епископов. Как удалось им не отказываться от своей профессиональной карьеры, от своих профессиональных амбиций? Этому, конечно, способствовала специальная политика европейских стран. Здесь лидируют скандинавские страны – Норвегия, Швеция, Финляндия. Их обычно называют странами государственного феминизма. Что сделали эти правительства? Они позволили через систему государственных пособий детских садов, оплачиваемых родительского отпуска, пособий по обучению и переобучению молодых матерей, позволить женщинам совмещать свою карьеру и семейные обязанности. Иначе многодетная мать, нынешний министр обороны Германии вряд ли могла бы претендовать на этот пост, как и премьер-министр Норвегии, воспитывающая двоих детей. Поэтому мы можем сказать, что к концу XX века все новые и новые направления достижения равенства становятся частью общей политики. И Европейский Союз делает обязательным принятие законов по гендерному равенству условием для вступления в этот союз. Феминисткам удалось воздействовать на эту политику главным образом. Почему? Они смогли убедить общество. А в демократических странах те, кто желает победить на выборах, должны учитывать это мнение. Поэтому политики были вынуждены отказываться от своих консервативных убеждений, а приходя к власти, выполнять предвыборные обещания. Конечно, не все проблемы решены и в западных странах, но общая тенденция очевидна. Гендерное равенство – это часть демократии, и без него невозможно прогрессивное развитие стран.